В очередной раз съемочная группа телекомпании «Город» отправилась на учения, которые прошли на территории Рязанской области. Практическая тренировка по взаимодействию сил и средств, предназначенных для тушения торфяных и природных пожаров, прошла в районе села Макеево на территории национального парка Мещерский. Поле поджигать не стали, поскольку на глубине от 50 до 70 сантиметров здесь действительно расположен торфянник. По замыслу учения, мимо поля проходил человек, который стал очевидцем природного пожара. Позвонив по номеру 101, он сообщил о происшествии. Звонок действительно был совершен, чтобы проверить, насколько быстро реагируют экстренные службы и как четко диспетчер придерживается плана. На территории каждого лесничества и каждого муниципального образования существуют утвержденные планы действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также план тушения лесного пожара. В соответствии с этими планами и работают диспетчерские службы, существующие в каждом лесничестве. Значит, по прибытии суда первого подразделения, так как это территория национального парка, соответственно, они первые реагируют. Руководитель тушения пожара, он, соответственно, запрашивает необходимые дополнительные силы и средства. Ну, согласно плану, сюда были направлены силы и средства по железу, а также Рязанско-областной противопожарно-спасательной службы. И в результате проведенных действий был ликвидирован пожар и впоследствии ликвидирован. По сценарию площадь возгорания составила один гектар. В реальности же силами и средствами национального парка Мещерский можно было бы справиться с подобным пожаром. Однако во время учения отрабатывается несколько вариантов развития событий. Так проверяется взаимодействие всех подразделений и их готовность к чрезвычайным ситуациям. В зависимости от величины пожара определяется его статус. То есть это может быть на уровне самого сельского поселения. А также, если пожар принимает большие территории или объемы, может вводиться чрезвычайная ситуация. То есть если он превышает определенные размеры и создает неблагоприятные условия, на территории поселения может вводиться чрезвычайная ситуация в связи с этим. И соответственно уже органы управления района в первую очередь подключаются. То есть есть комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая уже на себя принимает, скажем так, все принятия всех решений по тушению таких пожаров. То есть ликвидация чрезвычайной ситуации. В этом году в Рязани не происходило серьезных природных пожаров. Может быть потому, что лето выдалось весьма дождливым и холодным. Однако все помнят события 2010 года и то, каким опасным может оказаться пожар. Тление торфа на полях приводит к коварным последствиям. Этот пожар происходит под землей и не всегда очевидны масштабы его распространения. Кроме того, что горящие торфяники являются причиной ухудшения качества воздуха, что неблагоприятно сказывается на здоровье местных жителей, такое возгорание может привести к крупному лесному пожару. Поэтому отработка навыков тушения торфяных пожаров является одним из приоритетных направлений. Для ликвидации возгорания используют специальные приспособления, торфяные стволы, которые тушат пожар непосредственно под землей, а также при подобных возгораниях задействует лесоторфяной трактор. Он снимает слой грунта, переворачивает торф, который можно в дальнейшем заливать водой. Это дает больший эффект. Конечно, для предотвращения распространения пожара, в самом начале зоны возгорания окопали по периметру. Однако во время учений были сделаны выводы, что в течение прошедшего пожароопасного периода это поле не обслуживалось. Его не окапывали, трава не скашивалась. Так что в завершении учений при подведении итогов было принято решение, что к следующему сезону все эти недочеты будут устранены. Стоит сказать, что в тушении этого условного пожара приняли участие 12 единиц техники и более 40 человек. На месте событий побывали Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».